Всем-всем привет, с вами Клеопатра. Сейчас у русскоговорящих ютуберов очень мало интересного и действительно годного материала для ТХ-10, и десяточки просто не понимают и не знают, как им оттачить, чем оттачить, и самое главное, как приносить действительно красивые и грамотные трехи у себя на КВ. И поэтому я решила сделать небольшой ролик, который покажет вам весь ход развития атаки, которая в конце концов приведет к трем звездам и действительно к очень хорошему результату. Сегодня мы с вами увидим несколько атак на одну и ту же планировку, и сделано это специально для того, чтобы вы поняли, как эволюционирует атака с каждым разом, после каждой неудачной попытки, как меняется ход стратегии и подбор войск, подбор тактики для того, чтобы снести эту планировку. И я надеюсь, что этот ролик поможет многим игрокам, кто сейчас сидит на ТХ-10, понять, как нужно правильно мыслить и думать для того, чтобы добиться хорошего результата. И весь данный ролик будет полностью построен на последней дуэли в рамках ЦВЛ от клана Russian Empire. Мы как раз таки посмотрим, как ребята сносили одну из ТХ-10, на которую потребовалось довольно много попыток. Речь у нас идет о шестом номере, ребята оттачили четыре раза на эту планировку и только с четвертого раза удалось принести трешку. Мы с вами посмотрим, исходя из хода военных событий, прям подряд все четыре атаки, разберем, что делалось неправильно, как нужно было грамотно сделать и действительно увидим эволюцию самой стратегии, которая и в итоге принесла три звезды. Давайте спустимся в самое начало и увидим, что первая атака была от ТХ-9. Эта атака, конечно же, была на вскрытие, потому что сразу же в таком турнире, как ЦВЛ, никто на десятки не ходит, потому что практически нереально взять треху, если ты тоже ТХ-10. Конечно же, сначала идет туда девяточка. Девятка старается не только узнать, что находится в клан Касли, но еще по максимуму скрыть базу. То есть, чтобы после атаки от ТХ-9 в повторе было понятно, что сидит в КП, где находятся ловушки, куда они направлены на землю или на воздух, где находятся бомбы, гигантские бомбы и так далее. То есть, по максимуму узнать информацию и сделать грамотную разведку. Для этого на ТХ-9 часто используют Квиннахил, поскольку королева при грамотном использовании, конечно, если ее не потерять, будет жить очень долго. Именно поэтому здесь так и сделали. С помощью мини-дракончика, с помощью мухи справа, расчищают полукруг и далее королева подходит поближе к ТХ. Следовательно, следующий шаг, это, конечно, она узнает, что в клан Касли, что вот сейчас и происходит, и можно заметить воздушные ловушки, которые находятся в районе 6-7 часов, и сразу себе отметить, что вот в этом месте у нас есть воздушные ловушечки и нужно быть аккуратным. Окей, клан Касл мы тоже чекнули, узнали, что там находится. С помощью яда нейтрализовали КК, двигаемся дальше. Следующий шаг, это, конечно, по максимуму знать, где находятся ловушки и попробовать тот самый предзаход, который будет использован уже при непосредственно атаке с ТХ-10. Поэтому с правой стороны запускают мини-дракончика, он разрывает круг и далее сам заход у нас будет также с правой стороны. В составе у нас големы, ведьмы. Эта армия очень живучая, на девятках сейчас весьма актуальна и если вы смотрели обзоры последней дуэли по ЦВЛ, то наверняка помните атаку от ТХ-9 на десятку, фуловую, где забрали 87% с базы только ведьмами. Это действительно очень хороший микс и именно поэтому, я так думаю, решили взять его. Запускаем голема с правой стороны, с помощью ведьм мы точечно зачищаем остатки от полукруга и далее открываем забор с помощью бомберов. После чего мы запускаем уже непосредственно героев, видим, что здесь стоит гигантская бомба, также себе отмечаем. Далее запускаем боулеров и потихонечку продвигаемся поближе к центру. В это время наша королева уже прошла в центр карты, мы видим, что около инферна стоит еще одна ловушка со скелетиками, эти скелеты направлены уже на землю и соответственно тоже это фиксируем. Далее мы забираем два ПВО, то есть с помощью первичного захода забрать два ПВО можно, однако же здесь мы замечаем, что наверху находятся четыре Теслы, это весьма неприятное место и для шаров, конечно, будет очень опасно, именно шариками и будут забирать данную планировку. После чего мы успели чекнуть еще одну гигантскую бомбу. С помощью скелетного заклинания мы проверяем, что находится около арбалета, смотрим, что там, в общем, стараемся как можно больше информации собрать с помощью нашей девятки. Именно в этом и цель данной атаки. Субтитры создавал DimaTorzok Окей, снова открываем ход военных событий и смотрим, какая была следующая атака на ту же самую базу. Следующая атака у нас была от четвертого номера, соответственно девяточка очень хорошо и грамотно все скрыла, перескрывать не нужно было и поэтому можно было смело брать десятку и уже идти пробовать делать трешку. Итак, состав армии у нас один голем, плюс воздушный микс и в кланкасле также находится гоночка. Мы жертвуем сначала два шарика для того, чтобы забрать мортиру, которая находится в нижней части карты. Это действительно очень важный ход, поскольку если бы мы не забрали эту мортиру, то голем бы пошел именно на нее, а не в сторону забора, как нам нужно. Далее с помощью магов зачищаем правую сторону и уже после этого запускаем нашего голема вместе с героями. Как мы помним, здесь находится гигантская бомба, вот сейчас она ударяет по голему и по королю и конечно можно было чуточку попозже запустить кинга, чтобы он меньше пострадал. Окей, герои вместе с големом перемещаются в центр карты, здесь королева сначала пытается разобраться с кланкаслом и только после этого начинает забирать инферно. То есть некоторое время она конечно тратит на инферно и это не очень хорошо, потому что в конце концов мы полностью тратим королеву только для того, чтобы забрать инферно и кланкасл. В принципе это не очень много и я думаю, что сороковая квина могла бы выдержать гораздо побольше. Далее под арбалетом она довольно быстро сливается и по сути больше ничего не успевает забрать. После этого с левой стороны мы запускаем шарики, нижнюю часть шариков мы кидаем под рейдж, а в центр мы кидаем как раз таки хил. И тут наверху мы обнаруживаем, что вот эти вот верхние скелетики, которые не были чекнуты при атаке от девятки, поскольку девятка туда просто не дошла, в этот сектор, здесь находятся на воздух. Это конечно очень такая большая проблема, поскольку наверху находятся еще 4 теслы и как я сказала в начале, это действительно очень проблематичное место для шариков, поскольку помимо 4 тесел там еще стоит лучница, которая естественно тоже добивает шары и вместе с воздушными ловушками вся в итоге атака рассыпается. Поняв, что здесь довольно так проблематично, ребята сделали выводы и уже к следующей атаке сыграли немножечко по-другому. Открываем снова ход военных событий и ищем следующую атаку на 6 номер. До этого мы смотрели атаку от номера 4, следующий у нас номер 8. Однако же здесь также нет 3 звезды и давайте будем анализировать, что же в этот раз не так. Состав у нас абсолютно тот же самый, такое же начало, выпускаем шарики, они забирают мортиру, после чего запускаем голема, магов на расчистку, все точно так же. Немножечко другая ситуация здесь получается с бомберами, поскольку бомберы запущены чуть правее и открывают забор немножечко выше, чем это было в предыдущей атаке. Что нам это дает? Во-первых, то, что один бомбер выживает, он доходит практически до инферно и забирает на себя скелетиков. Кроме того, в центр карты заходит только сам один голем без героев и, соответственно, гигантская бомба сагривается только на него. Это уже существенный плюс. Далее бросаем также джампу и кинг перемещается в сторону клан Касла. Обратите внимание, что здесь королева сначала забирает инферно, а только после этого переходит, чтобы убивать клан Касл. Это тоже очень хороший плюс к первичному предзаходу. После чего Квена забирает КК, забирает у нас первое ПВО, забирает королеву и вот здесь на самом деле еще было бы очень хорошо, если бы она забрала арбалет. Но, к сожалению, нет. Однако же, в отличие от предыдущей атаки, Квена у нас не умирает, а она сохраняется и до середины атаки еще будет нам усердно помогать. Запускаем под спешным заклинанием буквально парочку шариков, чтобы забрать нижний арбалет. Также запускаем в левый нижний сектор шары под рейджем и с левой стороны запускаем шарики под хилом. Абсолютно та же самая ситуация, однако же заметьте, что у нас есть пять шариков и нужны не для того, чтобы их подкинуть на Теслы. Как мы помним, наверху находятся те самые неприятные Теслы и именно поэтому мы сохранили несколько шариков. Возвращаясь к королеве, мы сейчас с вами видим, что она продолжает заниматься тем, что добивает базу, в отличие от предыдущего случая, где она просто погибла. И сейчас у нас сохранилась уже не одна, а целых две гонщик. Мы запускаем с верхней стороны шар, но обнаруживаем, что там красная мина и шар очень быстро гибнет. Что касается гоночек, то их, к сожалению, тоже добивают. Они разрываются, но уже, конечно, не приносят успеха. И в итоге эта атака, конечно, заканчивается немного лучше, чем предыдущая, но, естественно, это тоже не три звезды. Итак, на текущий момент мы владеем полностью всей информацией о базе. Мы знаем, где находятся ловушки, где находятся мины, где что расположено и следующая атака уже 100% должна увенчаться успехом. Открываем ход военных событий и, наконец-таки, ищем ту самую атаку, которая увенчалась успехом и принесла три звезды к клану Russian Empire. Это атака от третьего номера и давайте смотреть, как же все-таки сносить эту базу. У нас абсолютно такой же состав по армии. С помощью двух шариков забираем мортиру и заодно забираем казарму. Казалось бы мелочь, но все-таки приятно. Добивать потом будет меньше. Далее запускаем миньона вниз, магов по бокам и, в принципе, все точно так же. Проверяем с помощью бомбера, нет ли каких-либо маленьких бомбочек у забора. Ну, мало ли вдруг проскочили в предыдущих атаках. И далее уже открываем весь забор. Гигантская бомба ударяет только по голему и первичный заход пока что очень хороший. Далее забрасываем джамп, после чего зарейдживаем наших героев плюс голема и, как и в предыдущей атаке, королева сначала сагривается на инферно. После чего запускаем всего лишь один шарик на пушку, который в конце концов добьет эту пушку и как бы сэкономит, ну, довольно много времени. И по количеству юнитов, которые потрачены для убийства этой пушки, это очень хороший вариант. Конечно же, в отличие от предыдущей атаки, здесь мне менее понравилось то, что королева в конце концов умерла, хотя в предыдущей атаке она все-таки добивала еще все вокруг. Что касается левого сектора, обратите внимание, как здесь запущены гонщи. Если в предыдущей атаке все гоночки летели на 9 часов на левое ПВО, то в этой атаке одна гонка летела на 9 часов, а другая ровно прямо на 12. Это действительно было существенное отличие от предыдущей атаки. Кроме того, в прошлой атаке мы с вами использовали ускор для того, чтобы забрать арбалет на 6 часов. Здесь же мы этот ускор отправили в левую сторону, и это также сказалось на результате. Кроме того, мы оставили несколько шариков, которые мы подкинули уже на верхний фланг, к примеру, на ту же самую пушку. И в итоге получилось, что башня мага обратила внимание всего лишь на один шарик, в то время как очень много других забирали все вокруг. Вот именно так, в конце концов, клан Russian Empire забрал себе 3 звезды с такой планировки, не используя никаких дополнительных сторонних программ, никакого мода, никаких тренировок, а только используя метод проб и ошибок. Потому что каждый раз ребята смотрели, какие детали они упускали, какие ошибки запускали при построении стратегии, при продумывании ее в голове, при создании рисунков на бумаге. И именно после этого они пытались сделать следующую попытку, уже не допуская этих ошибок. И я думаю, что это видео сможет дать вам понять, как нужно грамотно продумывать атаку, как нужно ее рисовать, составлять армию, что менять при каждом неудачном заходе, и кроме того, еще научить многие девяточки и восьмерки, как нужно грамотно скрывать базу для того, чтобы получить как можно больше информации о всем содержимом этой планировки. Всем, кому понравился обзор, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и, конечно же, пишите комментарии. Всем хороших войн, пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok